Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Дай на китайских докторов». Мы рассказываем о сохранении и укреплении здоровья методами традиционной китайской медицины. Я китайская зредущая, мое русское имя Зоя. Здравствуйте, меня зовут Лана. Здравствуйте, меня зовут Денис. А прежде чем перейти к сегодняшней деме, давайте вместе сделаем небольшой эксперимент. Давайте вместе фросять шеи. Проверим, что есть ли какой-нибудь звук. Давайте. У меня очень сильно хрустит шея. У меня, кстати, без звука. У меня шея тоже хрустит, но у меня тут, кстати, еще есть и шишка. У нас в Китае шутят, что это как шишка погастого. На самом деле это просто один симптом шейного спондилеза. Давайте послушаем доктора. Шейный спондилез – это возникновение костных наростов на позвонках шейного отдела. Эти наросты давят на все близлежащие мягкие ткани, сосуды, нервы, заставляя пациента чувствовать боль. Есть болезни, которые обратимы лишь до определенной стадии. Спондилез шеи – одна из них. Если его не лечить, со временем шейная зона утратит мобильность, а затем и полностью потеряет двигательную способность. То есть человек не сможет ни наклонить, ни повернуть голову. Шейный спондилез подразделяется на три типа. Это может быть симптоматический, спинномозговой или смешанный шейный спондилез. Лечение шейного спондилеза осуществляется разными способами, согласно разным типам. Массаж является основным способом лечения традиционной китайской медицины. Кроме того, иглоукалывание и прием китайских трав также имеют хороший лечебный эффект. Оказывается, это и правда. Это шейный спондилез. И частота заболевания очень большая. Ну вот я очень хорошо слежу за здоровьем. Зоя, неужели у меня правда шейный спондилез? Давайте не торопитесь. Сначала давайте посмотрим на экран. Именно какие причины могут вызвать шейный спондилез? Давайте посмотрим на экран. Итак, профессиональное заболевание. Первое – это водитель. Ну да, из 10-9 водителей болеют шейным спондилезом. Потому что шея очень долгое время, в неподвижном состоянии, и это вызывает болезнь. Второе – это программисты, которые целый день сидят за компьютером в одной и той же позе. Если еще занять неправильную сидячую позицию, то так еще легче может возникнуть спондилез, правильно? А это очень профессиональный вопрос. Давайте послушаем доктора. Телеведущие сказали, что водители легко заболевают шейным спондилезом, так как их голова малоподвижна. И действительно, из-за сидячей работы шейный спондилез легко поражает позвоночник. И это касается не только профессии водителя, но и любой другой сидячей работы. И более того, привычка постоянно смотреть в телефон или другие гаджеты также вызывает этот недуг. Мы должны уделять больше внимания сохранению здоровья шейных позвонков. А я считаю, что у работников, которые часто сидят, накранив голову вперед, есть и такая проблема. Например, как у писателей, у финансовых работников и тактарьи. Да, это так. У моего друга очень часто болит шейный отдел позвоночника. И иногда даже не имеют верхней конечности. Это значит, что у него шейный спондилез, что ли? Да, я тоже, когда долго посижу, особенно наклонившись, чувствую такую тяжесть в грудной клетке, как будто не могу продохнуть. Это всё тоже из-за спондилеза? Ну, это очень хороший вопрос, Илана. Давайте послушаем доктора, чтобы она подробно рассказала нам об этом. Говорит, что он был друг. Телеведущие говорили о возникновении онемения в области шеи и головы. Это очень похоже на шейный спондилез, а именно шейный спондилез нервного корешка. Это означает, что после возникновения патологического изменения оказывается влияние на нерв верхних конечностей. После повреждения нерва появляются боли, онемения на верхних конечностях, а также появляется усталость организма. Кроме того, мы ещё говорили об ощущении удушья в груди, учащённом сердцебиении и беспокойстве. В таких случаях появляется патологическое изменение позвоночника, а также раздражение симптоматического нерва. При этом пациенты легко заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Наверное, шейный спондилез связан с уровнем подушки. А может быть и с материалом даже? Мне кажется, ещё это связано с позой во сне. То есть иногда, если лежать на боку, это тоже может возникнуть спондилез. А давайте сначала послушаем доктора, что она скажет. Сначала давайте посмотрим один сюжет. Телеведущие верно подметили, что подушки имеют прямое отношение к возникновению шейного спондилеза. А также шейный спондилез, возможно, связан с позой во сне. При спондилезе важен полноценный сон и отдых, но этому могут помешать боли в области позвоночника. Важно выбрать комфортную позу для сна. Когда вы лежите на боку, подогните колени и положите между ними подушку. Если вы лежите на спине, подложите подушку под колени. Если вы лежите на животе, также подложите под него подушку. Врачи категорически не рекомендуют спать на высоких подушках или ставить их одна на другую. На таком ложе шея принимает неправильное положение и создаёт спазм мышечной массы, что приводит к постоянным головным болям. Подушка ортопедическая для шейного отдела позвоночника разгружает ваши мышцы, мягко фиксирует позвонки во время сна и позволяет полноценно отдохнуть. Действительно, что шейные спондерезы связаны с подушкой. Я часто сплю на высокой подушке, поэтому я считаю, что это не только на работе возможно заболевать и шейным спондерезом, а так во сне ночью. Так что я теперь буду обращать внимание на это. Ну, я тоже правильно сказал про позу во сне. Я всегда сплю на одном боку, а это, оказывается, влияет на сердце. То есть тоже в будущем я обращу на это внимание. То есть если мы будем следить за этими факторами, это поможет нам избежать заболевания или есть еще какие-то причины возникновения шейного спондереза? Ладно, Денис, давайте послушаем доктора, чтобы она подробно рассказала нам об этом. Множество факторов вызывает шейный спондерез. Из них местность, где вы живете, является одной из причин, вызывающей шейный спондерез. Кроме того, неблагоприятная для вас погода также может вызывать шейный спондерез. Так пациенты, болеющие шейным спондерезом, боятся мороза, влажности и ветра. Чтобы понять, почему развивается данная патология, необходимо представить себе строение шейного отдела позвоночника, который является наиболее подвижной частью позвоночного столба. Шейный отдел состоит из семи позвонков. Все они, кроме первого, имеют тело и отростки. Между всеми позвонками шеи, кроме первого и второго, имеются межпозвоночные диски. Они эластичные, благодаря чему выполняют функцию амортизаторов. При формировании шейного спондереза развиваются следующие нарушения. Фиброзное кольцо частично теряет жесткость, и пульпозное ядро под давлением буквально выпирает в сторону передней продольной связки. В самой же связке формируются участки окостенения. При дальнейшем прогрессировании патологии на передней и боковых поверхностях позвонков появляются и увеличиваются в размерах костные разрастания. Оказывается, заболевание шейным спондерезом обладает сезонной взаимосвязью. Ну да, мне кажется, зимой нужно держать шею в тепле, а летом влажность не должна быть очень высокой. А какими методами традиционной китайской медицины осуществляется лечение шейного спондереза? Давайте послушаем у доктора. Комплексное лечение спондереза с помощью знаний и опыта китайских врачей подразумевает использование целого ряда эффективных процедур и приемов. В традиционной китайской медицине имеется множество методов лечения, таких как массаж, иглоукалывание, постановка банок, гуаша, использование китайских трав. Но сначала посмотрим первый способ лечения – массаж, имеющий лучший эффект лечения шейного спондереза. Большим пальцем осуществляется нажатие на определенные точки для снижения силы растяжения мышц и восстановления поврежденных нервов. Если регулярно делать такой массаж самостоятельно или у врача, то есть большие шансы вылечить шейный спондерез. Давайте повторим движение, доктор уже нам показал. Вот именно сначала сформировать пустой гулак, а потом подушечкой большого пальца. И все, выполнять движение вперед и назад. Правильно? Вот такое движение. Это простое движение, я думаю, его все смогут дома повторить, как показал доктор. Итак, давайте посмотрим второе движение. Хорошо, давайте дальше посмотрим на второй. Массаж при спондилезе предполагает воздействие на паравертибральные и ягодичные мышцы, которые физиологически должны удерживать вертикальную ось туловища в правильном положении. Второй вид массажа, который можно применять при спондилезе, это растирание. Растирать нужно верхние конечности для того, чтобы улучшить кровообращение в этой области. Мы обидели, что доктор так, тыринами, сторонами рук, вот и сделал массаж, вот прямо такой. Мне кажется, это тоже очень простой способ и не нужно каких-то особых усилий. Давайте посмотрим на третий метод. Давайте. Третий способ массажа при спондилезе мы между собой по-простому называем дёрганье. Это массажная манипуляция, при которой нужно сжимать поражённые мышцы одной или двумя руками, затем как бы приподнимать и резко отпускать. Такой вид массажа может снять усталость мышц и восстановить их. Хватка – это такой метод, когда мы зажимаем массируемое место между большим пальцем и четырьмя другими пальцами. И как будто растираем его, хватаем так. А, то есть, когда шея болит, это значит, мы сами можем так разминать, таким образом, правильно? А есть ли ещё какие-то другие методы, кроме растирания и массажа? Да, это очень хороший вопрос, Денис. Давайте послушаем доктора. Второй способ лечения шейного спондилеза – это иглоукалывание. Шейный спондилез может привести к повреждению нерва, после этого обычно возникают боли и онемения шеи и верхних конечностей. Иглоукалывание применяется на первом и втором этапах лечения спондилеза. Эта процедура облегчает боль, устраняет онемение и восстанавливает чувствительность в пальцах рук и ног. Помогает уменьшить мышечное напряжение, спазмы, убрать отёки и воспаления, в местах защемления нервов. В акупунктуре, а также в философии даосизма, на которой он основан, энергия преобладает над веществом. Болезнь – это прежде всего расстройство энергетического баланса тела, и лечение должно сначала восстановить этот баланс, тогда и симптомы исчезнут. Часто задаваемый вопрос в кабинете акупунктуры – что внутри этих игл? Нет ничего особенного, не сама игла является средством, а точка, которая стимулируется ею. Итак, получается, для лечения шейного спондилёза применяются разные способы. Это в зависимости от симптома? Да, конечно, симптоматическое лечение, оно всегда оказывает наилучший эффект. А мне ещё очень интересно, что кроме массажа, какими при себе продуктами можно залетить шейный спондилёз? Питание при спондилёзе не должно быть насыщающим по энергетической потребности. Учёные считают, что достаточно будет покрыть 80% энергетических потребностей организма, а остальная часть калорий будет взята из жировых отложений. Суточная энергетическая ценность еды не должна превышать 2500 килокалорий. Я рекомендую для профилактики шейного спондилёза регулярно употреблять финики, молоко, морскую рыбу и говядину. Итак, получается, для лечения шейного спондилёза можно использовать ям китайский. Надо уже, мне кажется, побыстрее его купить. И ещё китайские финики. Я слышала, что они используются для увеличения ци и крови, да, Зая? Но, видимо, вслед за этим улучшается состояние шейных позвонков. Давайте дальше посмотрим ВКонтакте. Какие вопросы есть у пациентов, желаю всех приехать к нам на лечение? Давайте посмотрим. Первый вопрос. Нам задают вопрос. Здравствуйте, у меня часто стреляет в шеи. Это и есть шейный спондилёз? Доктор отвечает, если стреляющая боль появляется очень редко, то это не говорит о возникновении шейного спондилёза. Ну, а если часто, то рекомендуется обратить внимание и следить за своим состоянием. Теперь дальше посмотрим на второй вопрос. Да, давайте второй вопрос. Итак, нам задают вопрос. Имеют ли отношение к шейному спондилёзу головокружение и тошнота? Итак, что же отвечает доктор? Доктор нам отвечает, головокружение и тошнота относятся к симптомам шейного спондилёза, так как оно может непосредственно раздражать и подавлять чувствительные участки головы, вызывать головные боли и головокружение. При возникновении шейного спондилёза рекомендуется своевременное лечение, иначе состояние может значительно ухудшиться. Это очень хорошо ответили. А если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт и оставить все вопросы дам. Мы будем очень рады ответить всем. Спасибо всем. До свидания. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.